Всем большой привет, мои дорогие! Записываю я сообщения со школы. Пока ещё я более-менее смотрюсь, потому что уже у нас немножко тут... Ну ладно. Я хочу-хочу сказать. Я хочу поздравить всех родителей с первым учебным годом, всех учеников с началом учебного года, особенно первоклашек. Также хочу поздравить моих коллег, учителей, работников школы. Удачи, а самое главное – терпение. Я знаю, сколько надо терпения с учениками. Если чувствуете, что уже нервы на пределе, лучше отойдите. Отойдите, успокойтесь и вернитесь к ребёнку. А ещё очень важно – не забывайте хвалить детей по разным пустякам. Мелочь какую-то сделал ребёнок – хвалите. Прямо как будто он, знаете, что-то такое великое изобрёл. Потому что когда хвалишь ребёнка, от похвал ещё у них как крылья растут. Им хочется делать ещё лучше и больше, чтобы больше хвалили, чтобы больше гордились родители. Понимаете? Не щадитесь как бы, не жалейте похвальных слов для детей. Это только на пользу пойдёт. Сегодня 1 сентября. Сегодня как бы у меня два тоже события важных. Ну, сегодня, во-первых, у меня Апойтман за диетологом. Я вам после Апойтмана всё расскажу. Ну, это как бы Апойтман – это как встреча с врачом. Потом, также 1 сентября, два года назад, я выпустила на канале своё первое видео. Как бы с 1 сентября, я считаю, у меня идёт это юбилей, как бы. Два года назад, значит, я выпустила моё первое видео про френч-тост, как готовить, как гренки. Такие, они очень у нас вот популярны. И поэтому я по просьбе моих американских друзей сделала вот это видео. И выпустила с тех пор, вот, начала как бы это, ну, заинтересовалась. А потом начала нашу жизнь показывать, так как, знаете, у нас в России пятая сестрёнка живёт, Лена. Она до сих пор, сколько ни пыталась, у неё не получилось в Америку приехать, посмотреть, как мы живём. Поэтому я думаю, дай-ка я буду показывать по возможности нашу жизнь. И чтобы она, тем более сейчас у неё муж есть, у неё семья растёт. Как бы они хотя бы будут видеть тоже, как тётки живут здесь, племянники. И ещё также у нас как бы грустная сегодня дата. Не ошибиться бы, по-моему, 15 лет назад умер малякушкин отец. Мы всегда 1 сентября поминаем, делаем ужин, ну, еду готовим, которую он любил кушать, и поминаем его. Так что, ну, я и показ не буду, потому что это такое, это трогательное будет, это, ну, как бы, мероприятие наше семейное. Ну, ладно, я подключусь ещё попой, сейчас побегу к нашим деткам. Ну, всё, едем с шефом, сейчас в машине сидим, едем на Апойтман. Долго я ждала, наконец-то, поговорю сегодня с диетологом. Потому что программу я начала, это уже, сейчас скажу, уже, наверное, дней 8, как я на этой программе делаю зарядку каждый день. Сама пытаюсь выбирать что-то такое хорошее, правильное питаться. И уже, знаете, за это время 3 паунда уже, ой, 3 килограмма уже скинула, это хорошо. Ещё, считай, я не знала, ну, как бы, что мне правильно, как бы, что доктор скажет, мне надо есть. Ну, очень интересно узнать будет, как мне надо будет питаться. Ой, что-то у нас звук какой-то в машине непонятный. Блин, скрип, что-то на повороте какой-то скрип идёт. Это чуть-чуть немножко тревожит. Ну, и вот, я сейчас ещё, знаете, вам что покажу? Я набрала с собой целую сумку продуктов, про которые я хочу спросить. Можно будет мне их есть? Нет. Потому что, сейчас я вам покажу. Вот хочу узнать, если можно гречку. Они такие, как хлопья. Узнаю про это. Ещё, знаете, накупил продукт, как бы, да и не знаешь, кто их есть-то будет теперь. Вот у меня такая скумбрия тоже. А, нет, сардины это. Здесь 6 баночек маленьких. Хорошо, как бы, как порционные. Тоже целый, считай, такая коробочка. Тоже бы знать, можно мне её кушать. Потому что я же сейчас только сифуд ем. Морские морепродукты, как бы. Так, сейчас ещё, что мне там. Орешки вот такие вот купила. Фундук. Я знаю, что орешки это хороший перекус. Ну, вот надо знать, например, сколько мне их можно будет. Я так люблю. Это самый мой любимый орех. Фундук. Так, сейчас ещё у меня там что-то есть. Вот такой вот мне маликосоус купила. Тоже узнаю, можно будет у него, нет. И вот такой вот сахар-заменитель. Вот. Ну, давайте сейчас я вам после Аподьмана всё скажу. Давайте я вам сейчас немножко Манчестер покажу. Мы всё не можем понять. У нас какой-то скрип в колёсах проходит. Идёт. И мы не можем понять, с какой стороны. Всё, прислушаемся, прислушаемся. Вот оно, это здание опять. Ну, что скажу. Девушка, вот которой врачиха была, это диетолог. Очень миленькая. Мне очень понравилось. Так разговаривала. Хорошо. Так, как бы, знаешь, чувствуешь прям себя с ней, это. Как будто знала сто лет. Ну, что она мне сказала? Она меня похвалила. Потому что я ей сказала уже, что я начала вот на этой неделе. Что какой я сама выбор делала. А, ей понравилось. Она меня похвалила. Она говорит, продолжай так же. Потом дала мне список. Список, какие продукты. Вот пойду я в магазин. Ну, я её специально спросила, если говорю. Иду я в продуктовый магазин. Как мне знать, какой, что выбирать. Какой лучше. Она мне целый списочек дала. Я по нему буду выбирать. Вот ещё какой-то список дала, где больше. Я ещё, как бы, много сейчас рыбы ем. Тоже надо смотреть, какой сорт рыбы, чтобы не было этого. Меркьюри, как по-русски поет. Вот ещё списочек дала какой-то. Я всё посмотрю. И это... Что было очень интересно. Я потому что люблю семечки погрызть. И мой я всегда с моим спорила. Я говорю, что это полезно. Это полезно. Это не вредно. Я же не... Ну, конечно, если много съешь, то это не будет полезно. Семечки. Ну, и вот. И она сказала, прям чуть ли не одной из первых. А из орешек, как бы, самых... Она сказала, что это подсолнуха, семечки с подсолнухой. Это хорошее дело. Это хорошо. И она говорит, это очень полезно, потому что это, как бы, относится к полезным жирам. Ну, и вот авокадо тоже сказала. Подсолнечное масло. Ой, это оливковое масло. Хорошо. Такие вот полезные жиры. Потому что оно поможет, это, иммунитет, чтобы лучше работал, чтобы жиры изгонять, худеть. Сейчас я скажу. Я же ее спрашиваю про продукты, которые я брала. Так, сейчас я вам скажу. Ой, сумочку свою поставлю. Ну, короче, этот сахар-заменитель, она говорит, хороший, хорошо, но немного надо. Ну, я хочу, знаете, варенье, например, сварю на этом сахаре. Сейчас персики как раз сезон у нас прям коробками продают. Я сварю вот. Буду, например... Она мне еще посоветовала, какой хлебушек. Там мало карбс, углеводов, много всяких тоже. Вот орешек такой, витаминов много всяких. Она говорит, он очень полезный. Но продается он в морозильнике лежит. Надо его в этом отделе, где морозильник. Потому что оно там нету всяких таких наполнителей плохих, которые... Знаете, иногда хлеб может несколько месяцев лежать у тебя и смотрится как будто нормально еще. И как бы не наполнен всякими химикатами так дурацкими. Она вот мне посоветовала, какой... Даже взять, например, утро, потому что я утром не ем. Она говорит, я бы хотела, чтобы ты попробовал себя хоть как бы заставить покушать. Я кофе пью, а есть не хочу вообще. Ну и вот, я это... Кофе... этот... Тост, я думаю, если я тост сделаю, вот с этим вареницем, который на сахарозаменителе. А этот сахарозаменитель сделал из фруктов. Какой-то фрукт есть. Манго. Манг. Манг. Так, потом орешки. А она говорит, это супер хорошее. Орешки. Это отличное. Ну, примерно чашку. Она говорит, всех орехов в день. Не больше чашки. Ну вот, межеринка, как бы, умерительная чашка есть, которая. Потом вот спросила я про это. Гречка, она такая приплюснутая, быстрого приготовления. Она варит неплохо, но и не особо хорошо. Ну, она говорит, ты как бы хотела, типа, отварить и на завтрак кушать в тарелочку. Я говорю, я хотя бы, например, потому что варить супчик какой-нибудь овощной. Вместо картошки хотя бы, например, немножко кашки положить. Чтобы немножко, говорит, бульон такой не водянистый, балаховок, немножко что-то там было еще. Она говорит, суп хорошо пойдет, хорошо. Но она говорит, лучше, кстати, она, знаете, что сказала? Лучше будет пшено или это... Ой, как она? Сейчас скажу, сейчас. Ой, извините, забыла снова. Это это... Перловка, перловка. Да, забывай. Лучше извините меня, потому что, знаете, считай, разговариваешь по-английски кругом. Только вот сестра не встречаясь, я сильно по-русски говорю. На работе даже с этой, с напарницей, и то мы стараемся по-английски разговаривать. Потому что, ну, чтобы люди не подумали, что мы спринчем про них. Вот это вот тоже, она говорит, консерва супер. Она говорит, мне и компания вот это нравится. Это хорошее, и оно сделано на этом оливковом масле хорошего качества. Эти вот сардины, сардины хорошие. Так что вот. Так, еще у меня тут что? Сейчас посмотрю. А, вот этот вот соус, этот соус, она надо совсем-совсем понемножечку, потому что в нем есть сахар и большая порция как бы сахара. Поэтому она говорит, ну, я что думаю, оно, этот соус, хорошо, например, рыбу какую-нибудь такую просто, например, тилапию приготовил, немножко, чтобы вкус прибавить, немножечко прям по лицу это сверху. Вот так пойдет. Ну, вот такие вот результаты. Настроение у меня поднялось опять, хорошо, она меня похвалила, что я хорошо все делаю. А я встала на весы, завесилась, она посмотрела, все хорошо. Так, я знаете, что сейчас хочу? Я хочу, мы сейчас, шеф, мы хотим немножко у нас прогуляться, около нашего дома, прям недалеко. Я вам хочу снять, показать, как, что у нас находится на нашей... Это как бы, как я скажу, как типа общество у нас, да, что у нас несколько зданий, может, 15 зданий, 15-18, вот так вот. И у нас, и что есть на нашей территории, чтобы мы могли пользоваться. Я прям люблю наше место, где мы живем. Да, я вам сейчас я покажу. Сейчас я вам покажу. У нас здесь вот находятся два пола, один большой, один маленький, от бассейна. А вот этот вот дом, этот дом у нас такой, знаете, можно его арендовать. Там большое помещение, нарядные комнаты, большая кухня. Все-все-все есть для того, чтобы проводить вечеринки большие. Если, например, большая компания к вам приходит, а дома у вас места мало. Мы вот несколько раз здесь снимали, арендовали этот дом и собирали большие компании. Хорошее место такое замечательное прям. К сожалению, сейчас люди в бассейне. Я хотела вам бассейн показать. Ну, может, вернусь. Сейчас я вот так покажу быстренько. Вот там два бассейна, вот так вот дети играют. Здесь вот так вот здание, вот тоже с этой стороны. Можем зайти вовнутрь, там сполоснуться, принять душ, туалет использовать. Я уж не хочу заходить, чтобы прям уж не смущать людей сейчас. Потом здесь же, рядышком, находится у нас такая территория, где играет молодежь. Ну, хоть кто хочет, может играть. Например, баскетбол. Не только баскетбол. Вот, смотрите, пожалуйста, здесь тоже сетка натянутая. Вот, здесь тоже вот место красивое, вот за этим зданием. У нас дома как бы идут одного типа. Вот такие вот по кругу прям. Вот это вот дом крайний. И здесь находится небольшое, как озерка, что ли. Там такие всякие птицы необычные находятся. Очень красиво, да? Представляете, так вот жить, и у тебя за окном вот такая природа. Сейчас я вам хочу показать. У нас тут прям грибочки, каких только нет. Вот, например, растут такие грибы. Сейчас еще покажу, какие будут. Еще, смотрите, это все вот наша территория, нашего общества, как сказать. Смотрите, еще вот какое поле тоже просторное. Представляете, как классно мечи погонять здесь мальчишкам. Вон, какой простор. Вот так же мы по вот такой тропинке гуляем по лесу тут около нашего дома. С этой стороны река. Сейчас мы подойдем ближе, где лодки будут. Остановился, увидел еще грибочек. А комары как сумасшедшие. О, боже мой, как они кусаются. Остановиться на секунду нельзя. Вот еще какие-то поганочки. Вот смотрите, что у нас тут тоже есть. Лодки. Много разных. Пожалуйста, можно арендовать общественные. Или если у вас есть своя. Также можете... Здесь вот как бы места есть, чтобы свои лодки оставлять. Так. Потом... Ой, ну не могу. Комары как грызут. Смотрите, вот такие вот столы стоят со скамеечками. Мы частенько с Джеффом ужин приготовим. Сюда придем, посидим на свежем воздухе. Покушаем на природе, считай. Хорошо. Вот, пожалуйста, такие вот для собачьих этих какалек. Так. Вот я сейчас вам покажу. Если берешь лодку, например. Вот так вот отсюда спускаешься с лодкой. Он же фотографии делает. И вот так вот. Вот смотрите, у нас речка такая классная. О, да. Джефф меня зовет. Она вот слишком трясется немножко так. Ух, зацвела уже вода. О, смотрите как. Часто видим здесь животных всяких. Лебеди вон там живут. Ой, да что-то прям комараши в рот летят. Ой, москитос я. Да, да. Ну, вода цветет прям видно так. Это как пыльца голубая. Ну, это маленькие эти. Ой, ой. Невозможно. Невозможно комарьё. Так, давайте еще покажу, что у нас здесь есть с этой стороны. Место у нас очень даже хорошее. Понимаете, даже вот, считай, около, как бы около твоего дома даже можно много что поделать. У меня всегда страх, что здесь медведи бегают, ну, водятся. Также у нас здесь есть, чтобы в большой теннис играть. Здесь вот тоже скамеечки, если кто-то смотрит, ждет, пока детки наиграются или взрослые. Ну, вот, смотрите, поднимаемся мы с нашего лесочка. И вот, пожалуйста, попадаем в наши дома. Вот так вот. Хочу еще что объяснить. У нас некоторые дома вот такой вот модельки. Они трехэтажные и как бы три этажа. Там люди живут как квартирные дома. Вот у нас есть многоэтажки. А наши дома, которые вот, где мы живем, они... У нас вот, например, четыре левела, как бы четыре этажа в нашем апартменте. Вот, смотрите, красивенько тут. Ухоженно так. Здесь может любой прийти, посидеть. Березка тут у нас. Вот этот дом прям хорошо смотрится. Вот, короче, в нашем обществе два типа домов. Один вот такой вот. И вторые дома... Ой, другие дома. Я покажу, которые, как вот, в которых мы живем. Смотрите, зайчик сидит вот. А вот наш дом. Сейчас я поближе подойду. Ну, вот, подошли мы обратно домой. Так, меленько вот пока... Меленько, меленько покажу. Вот наши дома. Здесь у каждого свое отдельное, как бы, кондо. Меленько... Продолжение следует...